Друзья мои, думаю, что в цирке были практически все, но не все были за кулисами цирка, а уж тем более что-то в нем сделать такое же, как дрессировщики или как какие-то фокусники, ну, наверное, вообще единиц получалось. То есть ты всегда мечтал залезть в клетку со львом? Ну, в клетку со львом это громко сказано, но с какой-нибудь мартышкой с удовольствием бы поразвлекался. Ты знаешь, нашему продюсеру Никите удалось не то, чтобы, конечно, залезть в клетку со львом, но он прикоснулся к прекрасному, скажем так. А наша Диляра Байбикова, наша неуемная, талантливейшая корреспондентка тоже занялась дрессурой. Кого, Никиты? Никиты и Львов и всех подряд не будем удерживать ваше внимание на себе, а отдадим его нашим замечательным коллегам. Смотрите и трепещите. Самое доброе утро. Друзья, у каждого есть детская мечта. Вот я всю жизнь хотела быть космонавтом. А я мечтал выступать в цирке. Ты представляешь, это манеж, животные, софиты, люди хлопают. Вообще прекрасно. Ну, Никита, на самом деле цирк это не всегда выступление, не всегда дрессировка. Ты сейчас в этом убедишься. Да, я давай так, остаюсь на манеже, а ты бежишь за кулисами и там все разузнаешь. Хорошо, договорились. Удачи. До встречи. Греточка, молодец. Место, место пошло. Грета на место. Молодец, села. Здорово, Екатерина, это было очень-очень круто. Здравствуйте. Здравствуйте. Только сейчас мы посмотрели на один из номеров национального цирка Египта. И выступала перед нами Екатерина, дрессировщица. Как вы, как у вас это получается? Ну как, как, скажите, это наша работа. А что делать со страхом, я бы сказала? Страх? Страх нужно держать при себе. А если бояться, то и в лес ходить не надо. Ну я, если честно, немного переживаю, но уже хочется осваивать льзы профессии дрессировщика. Ну что, пойдемте? Давайте попробуем. Нам поднесся пушистый уродан, аляскинский маламут Грета. Какая же она игрива. Грета, сидеть. Лежать. А ничем подкармливать ее не надо? А, я вам дам волшебный кусочек мяса. Вот он, волшебный кусочек. Грета, сидеть. Она лижет мне руку. Сидеть. Сидеть. Лежать. Нет, лежать. Чекотно. Как видите, дрессировщик из меня получился никудышный. Но отчаиваться рано. А теперь то же самое, команда, ползти. Руку держите вот на этом уровне, как я, и зовете ползти, ползти. Сидеть. Лежать. Подходите. Ползти, 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 Греточка. Ай, умничка. Она ползет только не в мою сторону сейчас. Ну, с собаками не получилось. Попробую с парнокопытными. Вот козочка Мила. Вполне вроде изобидная. Мила, офф. Офф, Мила. Офф. Мамочка, офф. Поводочек, поводочек. Держим, я держу. Поводочек. Такое впечатление, что дрессирует вас коза. Ну, скажу я вам, дрессировать животных, это не самая легкая профессия. Екатерина, как мои успехи, что вы думаете? Я вам скажу, для первого раза неплохо. Мне очень понравилось, но сейчас мне бы хотелось узнать, что там происходит у нашего Никиты. А пока Диляра развлекается на манеже, я попробую на себе все прелести, а может быть и тяготы закулисной жизни. В этом мне поможет Хама Дакута, заслуженный артист Египта. Привет, расскажи, пожалуйста, что делает дрессировщик за кулисами? Что делает дрессировщик, это не просто. Надо сначала, в первую очередь, учить, как надо ухаживать, как надо примерно. Я выхожу здесь в цирк, чистый такой, вернусь домой, обратно, все грязно. Надо ухаживать, надо хорошо заводить животных, надо чистить клетки, надо дать воду, надо убрать. Это все не просто. А главное, нельзя забывать, что ты работаешь с хищниками. Я за Никиту переживала, поэтому решила незаметно подглядывать. Хамада Дакута познакомил Никиту с ассистентом Усамой, и тот пошел показывать свои владения. Сразу же всучил парню швабру покрепче и, ай да, убирать клетки. Бывает, надо рука работать. То есть вот так. Надо, потому что тебе помогать. Уборка руками еще не самое страшное. Самое страшное – добыть главное правило дрессировщика. Ну, и еще одно правило. Дрессировщик никогда и никого не должен бояться. Потому что ни шрамов исчезнет у меня. Ладно, я пошел туда. Я пошел туда. На самом деле, жизнь дрессировщика – это не только выступление, яркие эмоции с животными. За ними нужно убирать, их нужно кормить. И даже тогда вас не допустят таким львам, как мы видим сейчас в клетках. Начать нужно дрессировать с очень маленького возраста. Примерно вот с таких вот котят. И только потом вы сможете с ними делать какие-то трюки вольвере. Ну, что ты потом станешь большим львом и будешь есть животных. Вот такой он. Лев, милый. Део, малыш. Ну, звезда, звезда, звезда вышла. Прям таки с манежа. Но дрессировалась. А я чистил клетки, убирал за животными. Потом мыл тарелки и готовил им еду. Ой, ужас. Ты вон весь грязный до сих пор, да. Ну, осталось чуть-чуть. Зато я пообнимался с настоящим львенком. Ого, вот это и тебе повезло. Ну что, друзья, как говорится, мечты сбываются. И с самым добрым утром.